Всем привет! Недавно получила заказ и фроше и хочу с вами поделиться, что же я заказала. В первую очередь заказала я два продукта для загара и масля загара. Из серии растительный протектил. Вот так вот выглядят эти тюбики. Первое это масло для загара с SPF 6. Фактор защиты невысокий и подходит для тех, кто уже загорел. Либо для смуглых людей. Я пока что еще до такой степени не загорела, но этим маслом я пару раз уже воспользовалась. Что могу сказать? Форма масла мне не очень приятна, как выяснилось. Но очень многие продукты, которые способствуют быстрому загару, они именно на масляной основе. Так что приходится с этим мириться. Приятный аромат у этого средства, хорошо впитывается, но какая-то пленка на теле все равно остается. Что касается второго продукта из этой же серии, это молочко после загара 3 в 1. Оно смягчает, увлажняет и что-то еще делает. Успокаивает кожу после солнца. Им я еще не пользовалась. Добиваю свое другое молочко после загара. Но с удовольствием воспользуюсь. Маленький объем. Здесь всего лишь 150 мл. Думаю, на лето мне будет достаточно. Ну, в общем, небольшой я на самом деле умелец на ток всех этих противосолнечных вещей. Но понимаю, что этим, конечно, надо пользоваться, чтобы раньше времени не состариться. Так, для тела приобрела я себе вот такой вот гаммаж из серии растительный уход для тела. Растительный гаммаж. Содержит он в себе натуральные скрабинки, как абрикосовые косточки, так и миндальные. Стружку или, как сказать, в общем, что-то такое миндальное. Ядра миндаля, пудра. Пудра ядер миндаля. Вот. Так что думаю, что скрабирование будет очень-очень существенно. Поэтому летом я им пользоваться не стану. Но, кстати говоря, у кого-то из девочек видела этот продукт. И, в общем-то, отзывы были весьма неплохие. Люблю скрабы пожёстче, но летом предпочитаю более мягкие, чтобы свой с трудом полученный загар как-то не повредить. Второй продукт я тоже летом использовать не собираюсь. Тоже из серии «Растительный уход для тела». Молочко увлажняющее для нормальной и сухой кожи. Люблю я такие продукты у Ифраше. Действительно увлажняют, действительно всегда хорошо работают. Стоят, конечно, недёшево, но там была какая-то акция. Так что с удовольствием буду пользоваться. Маленький объём. Думаю, что ненадолго мне этого будет хватать. Ну и последнее, что я приобрела, это очередной матирующий гель-крем для лица из серии «Себа Вежиталь». Он матирует, он хорошо впитывается, в принципе неплохой, но в полной мере я этим кремом ещё не пользовалась. Сейчас у меня немного другой уход. Но с удовольствием воспользуюсь, я люблю такие продукты. А на лето это просто очень важно, именно матирование, так как многие матирующие кремы со своей функцией, к сожалению, не справляются. Далее я хочу перейти к подаркам. За покупку серии «Растительный протектив» получила я в подарок вот такие вот очки от «Солнца» с категории «Фильтра 3». То есть для города они подходят, в принципе защищают глаза. Что могу сказать? Ну, в общем, скрипят они как телега, не мазано. Как вы можете слышать, довольно дешёвые. Они на узкую голову, скажу сразу, в общем, на меня подошли, но, к сожалению, широковаты по форме лица мне они. Я в них пару раз уже выходила, но очки как очки, в общем, какой-то большой разницы с другими своими солнечными очками я не заметила. Вот, но в подарок почему бы и нет, может даже буду ими пользоваться. Также подарили мне вот такую вот полосатую «Парео». Я его не открывала, не доставала и, в общем-то, не собираюсь этого делать, так как для себя пользы вообще никакой в этой тряпочке я не вижу. «Парео» у меня есть и не так часто за лето я такими вещами пользуюсь. Так что пускай полежит, не знаю, может быть, использую в каких-то поделках, может ещё что-то, но в качестве «Парео» я этот однозначно носить не стала. Также подарки были в виде трёх миниатюрок, набор такой был. Вот такая вот баночка эксфолианта для тела с клубникой, 50 мл, довольно известный продукт, недёшево стоит, скажем так. Я один раз покупала полную баночку, попользовалась, и каких-то особых восторгов, таких, чтобы я бежала покупать ещё одну, я не испытала. Хороший продукт, но можно найти более дешёвые альтернативы. Если он приятно пахнет, это, конечно, не отнять у этой вещички, но бегать за ним и тратить на него свои деньги я не стану. Вторая миниатюрка – это крем для лица, тоже из серии «Себа Вежиталь», но уже он называется «Ноль недостатков». Он подходит как на день, так и на вечер, не матирует, без SPF, к сожалению, регулирует так, что он устраняет излишки себума, сужает поры, делает однородным тон лица, увлажняет кожу 24 часа. В принципе, неплохие такие заявления. Люблю я маленькие такие миниатюрки, всегда с собой удобно брать, так что довольна и этой штучкой тоже. И последняя миниатюрка – это вот такой вот парфюм «Эвиденс» как явность «Интенс». Интересные тут заявлены ноты. Это «Дамасская роза», «Абсолют Жасмина», «Гранди Флорум», «Шлейф» из белых древесных аккордов и лакомых ноток «Паралине». Приятная форма, 4 мл, не успеет надоесть, но покупать полной версии не стану, так как духов у меня слишком много, но попользоваться летом – очень приятный аромат. Почему бы и нет? Нравятся мне такие малютки по 4 мл, жалко, что их редко отдают в подарок. Ну и естественно, ой, господи, и фрашей не обошелся без пробников. Первый пробник – это сыворотка для живота, для уменьшения объемов. В общем, на один раз, скажем так, эффекта я никакого, наверное, не увижу. Вторая миниатюрка – это крем «Эликсир 7.9» «Уход энергии молодости» для нормальной смешанной кожи. Для моей кожи он слишком жирный, мне не нравится, я обычно такие миниатюрки мажу на шею, вполне себе неплохо. Ну и последний – это опять-таки матирующий гель-крем в таком вот «Саше 1 мл». Очень удобно, опять же, брать с собой в дорогу, удобно пользоваться. Ну, если вы ненадолго едете, да, такую малютку можно даже на 2 раза растянуть, так что с удовольствием поеду куда-нибудь с собой возьму. Ну, собственно, это был весь мой заказ «Эфраше». Не очень дешевый он, конечно, стоил, но такие продукты довольно полезные и нужные. Спасибо за то, что посмотрели, надеюсь, вам понравилось. Всем пока!